привет ребятки сегодня у меня будет коротенькое видео на тему как снять вот этот вот коврик под вводить в кабине fiat ducato peugeot boxer citroen jumper чтобы вот просто весь коврик снять вот что нужно для этого сделать коврик здесь уже демонтирован это уже здесь колхоз от хозяина бывшего или сегодняшнего я даже не знаю давайте сейчас вот я сейчас просто вам по пунктам расскажу что нужно снять для того чтобы отсюда этот достать коврик чтобы можно было посушить его летом например почистить его да там можно его керхером помыть и все в этом духе значит что нам для этого надо в первую очередь нам нужно снять порожки снять вот эти нижние вот здесь вот пластик с той стороны тоже самое порожку и пластик снять вот здесь вот пластик снимаем еще здесь такая крышка в ногах знаете да ну и желательно еще снять здесь такая вот планочка у кого-то здесь стоит бардачок на новых моделях здесь уже бардачка не здесь такая полка но все равно планочка она плюс-минус одинаковая открутить сидение одно и второе для того чтобы снять сидение вам еще нужно будет отсоединить вот такие вот провода они идут на разъема они идут на провода которые подключены к временем безопасности там пиропатроны стоят чтобы они втягивались во время аварий но и на водительском сидении еще здесь вот есть такой рычаг на ручного тормоза до который тоже нужно отключить снять крышку с аккумулятора ну и вот здесь вот открутить один болтик на 13 ключ к на 13 то есть вот эта штучка стоит вот здесь откручиваете болтик просто рукой ничего выбивать не надо поднимайте наверх и все ну и также вот есть вот такая штучка здесь еще вот она вот здесь вот ставится вот сюда то есть вы ее прежде чем снять коврик снимаете а потом вынимаете коврик ну и также коврик когда сюда кладете потом эту штучку ставите и уже одеваете эту штуку и закручиваете принципе ничего сложного здесь нет разберется любой начинающий строитель автодомов так что дерзайте все ваших руках и под ковриком можно найти много чего интересного вот на моей машине на peugeot boxer очень сыра была под ковром вот здесь эта машина у нас более менее сухая видите даже вся краска здесь оригинальная все сохранилось на моей машине вот эта краска начала вся шелушиться уже от сырости потому что коврик был пропитан водой вот машина была как бы рабочая никто за ней не следил а коврик был полностью пропитан и краска уже начала шелушиться и под краской уже начал цинк окисляться вот я поднимался высушивал зачищал там где уже цинк начал окисляться и по новый грунтовал украсил такой вот проводил ремонт еще есть такой момент один с этими вот местами вот здесь вот стоят типа клапанов здесь вот отверстия насквозь туда на улице идет здесь и стоит вот такой вот специальный клапан но для того чтобы вода проходила вот но вот эти клапана частенько бывает забитые всяким песком там грязью и вода не уходит и она стоит здесь вот то есть и за счет этого вот под резинкой вот здесь вот ржавеет кромка на которой одета резинка то есть вот это вот эта кромка вот эта кромка здесь внизу начинает здорово ржаветь то есть в нее начинает лезть влага и она оттуда ржавчина прет так что вот если будете снимать если у вас здесь будет стоять вода то обязательно обратите внимание на эти вот места где стоит этот клапан если он грязный то продуйте прочистите ну и сделайте чтобы у вас вода уходила если что надеюсь что вам это видео было полезным ну а я для вас в следующих видео что-нибудь еще сниму интересненькое ну и покажу всем пока, удачи, увидимся на канале пока-пока